Кружево как женская душа. Такое же тонкое, сложное и неповторимое. Ажурный декор давно шагнул за пределы свадебной моды и вечерних туалетов. В повседневные образы благородный материал способен привнести нотки изящества и аристократизма. И в новом прохладном сезоне кружева на подиумах предостаточно. Одни дизайнеры используют его как специю, другие как основной ингредиент в модном образе. Первый кружевной тренд задала Италия. За 16-е столетие там были изданы 22 книги с узорами. Сначала мастерицы создавали из ниток простой геометрический орнамент. Затем в ажурном плетении появились цветы, листья, животные и фигуры людей. Конечно, изысканный декор ручной работы могли позволить себе только богачи. А правительство Венецианской республики запрещало мастерицам покидать город и брать на обучение иностранок. Но вскоре и французы наладили собственное ажурное производство. Кстати, в этой стране острую моду на кружево ввели королевы итальянского происхождения Екатерина и Мария Медичи. Сегодня этот образ скорее вульгарный, чем трендовый. Так было модно на заре нулевых. И даже попытка спасти такое кружевное платье ремнем не вынчала с успехом. С приходом осени летнее кружевное платье не стоит списывать со счетов. Просто добавьте грубые ботинки и трендж. А вот и неожиданное применение нашего платья. Используем его легкую кружевную фактуру, как вкусный крем в многослойном торте. Привычный брючный костюм с акцентом на талии приобретает новое модное звучание. Полупрозрачное короткое платье с открытыми босоножками на каблуке уже мовитон. Зато кружево достойно выглядит в осеннем комплекте с тренджем и ботинками. Тонкое мини-платье способно преобразить и брючный костюм из плотной ткани.